Всех еще раз рад приветствовать на очень интересном, на мой взгляд, по названию мероприятии, которое организовала компания «Ева Свет». Такое необычное название «Стража Теплиц». На мой взгляд, это название очень сильно коррелирует с всем известным нам фильмом «Стража Галактики», где люди совершенно разных направлений, разных знаний и умений объединяются для того, чтобы решить какие-то глобальные вопросы. На мой взгляд, специфика данного семинара, вебинара, она соответствует примерно этой же направленности. И моя тема сегодняшняя, о которой я хочу поделиться со всеми участниками, специалистами, кому будет это интересно, она направлена, сделана в этой же направленности, именно рассказать о технологиях азольного оборудования, препаратов для решения вопросов ликвидации, дезинфекции и защиты растений. Как сказал же Сергей, буду рад всем вопросам, которые напишут специалисты. Если требуются какие-то пояснения, смело пишите, обращайтесь. После презентации будут мои контакты, электронная почта, телефон. Поэтому, если кто-то хочет лично пообщаться, всегда, пожалуйста, мы всегда на связи. Итак, собственно, в продолжение начала презентации. Все мы прекрасно знаем, что технологии защищенного грунта, предприятия, которые сейчас в России очень активно развиваются, после недавних заверений правительства и некоторой финансовой поддержки. Задача этих предприятий и специалистов на этих предприятиях – это, собственно, выпускать качественную продукцию, которая была бы востребована на российских прилавках, и производить ее в достаточно большом количестве для того, чтобы предприятие, производящее эту продукцию, имело хорошую финансовую составляющую. От этих двух моментов зависит, собственно, и прибыль, и дальнейшие инвестиции предприятия в развитие. Ну, для того, чтобы это осуществить в контексте нашего сегодняшнего семинара, все мы прекрасно понимаем, что специалисты, которые трудятся на предприятиях, должны предпринять определенные действия для того, чтобы подготовить теплицы к новому обороту, проводить контроль существующих решений в плане патогенов и наличия вредителей, делать это максимально эффективно, с минимальными затратами, ну, собственно, для того, чтобы как раз произвести качественную и востребованную продукцию. И об этом сегодня и в течение последующих нескольких дней будут разговаривать, говорить эксперты. Вот я же затрону эту тему в контексте химических способов защиты, применения аэрозольного оборудования для решения как раз этих вопросов. И, собственно, начнем мы, как ни странно, не с процесса дезинфекции и подготовки теплиц к обороту, а именно с момента начала ликвидационных обработок. Это очень важный этап. Вот видите на экране картинку, всем, наверное, вам знакомую, который очень важен по своей составляющей. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы после достаточно продолжительного роста растений в теплицах минимизировать риски перехода заболеваний и вредителей, которые так или иначе за счет огромного количества органической массы, какие мероприятия специалисты грамотные не проводили на местах, все равно остается большое количество патогенов, вредителей. Для того, чтобы не перенести эти заболевания на последующий оборот, требуется осуществить максимум действий для того, чтобы это все оккупировать еще на этапе нахождения листовой массы в теплице. Поэтому ликвидационные обработки крайне важный этап, который, на мой взгляд, никак нельзя пропустить. Если пренебречь все-таки этим этапом, то при первой же малейшей возможности все те патогены, которые будут вынесены с органической массой, попадут назад и создадут еще большие проблемы на более ранних этапах развития растений следующего оборота. О чем мы здесь можем говорить в плане продуктов и решений в виде оборудования, то есть с чем и с чем мы будем бороться в данной ситуации. Из препаратов, поскольку урожай у нас уже с вами собран, мы можем работать более тяжелыми препаратами в контексте смеси различных фунгицидов и бактерицидов. Опять же, дать конкретные рекомендации здесь невозможно на этапе семинара, поскольку у каждого тепличного хозяйства своя собственная ситуация, оценить которую нужно только на месте для того, чтобы принять правильное решение, что же использовать на данном этапе. Но на что можно и нужно обратить внимание при выборе препаратов? Конечно же, необходимо обращать внимание на те патогены и вредители, которые остались еще на этапе ликвида. Это очень важно, потому что от этого зависит выбор действующего вещества того или иного препарата, который будет применяться каким-либо-то методом. Очень важно обратить внимание на стадии развития вредителей. Предположим, одни препараты лучше работают по взрослым особям, другие препараты лучше справляются с личиночной стадией. Поэтому, опять же, оценив ситуацию конкретно у себя на хозяйстве, вы можете выбрать лучшее решение для ликвидационных обработок. На мой взгляд, важно также учитывать при выборе, используется и будет ли использоваться при следующем обороте биометод. Почему на это стоит обратить внимание? Дело в том, что каждый из применяемых препаратов имеет свой период после действия. Соответственно, если будет использоваться в следующем обороте биометод, очень важно выбрать такой препарат, чтобы он не навредил энтомофагам, которые будут заселяться при следующем обороте, чтобы они максимально эффективно выполняли свои функции. А, так скажем, не гибли, либо как-то были дезактивированы выбранными фунгицидами, предположим. Здесь, опять же, лучшие рекомендации, скорее всего, по выбору того или иного препарата в плане совместимости с биометодом дадут специалисты, которые занимаются биозащитой. Обратитесь к ним. Я думаю, все эти данные, какие препараты можно применять с их энтомофагами, вы получите хорошую консультацию, которая вам поможет принять нужное решение. В плане выбора способа применения тяжелых, так скажем, тяжелой артиллерии, тяжелых препаратов на этапе рекомендационных обработок, можно говорить, и мы очень часто сталкиваемся на хозяйствах, которые отдают предпочтение аэрозольным обработкам методу горячего или холодного тумана. В данной ситуации отдать конкретное предпочтение какой-либо технологии, либо горячий, либо холодный, практически невозможно из-за ряда факторов. Опять же, при выборе того или иного решения важно учитывать, какие будут использоваться препараты. Допустимы ли хоть небольшие нагревы действующих веществ при использовании, допустим, в горячем тумане. И имеют ли они какую-то, может быть, микрокапсулированную формулу, которая может быть испорчена при применении тем или иным генератором. Поэтому здесь, опять же, много нюансов, но могу так сказать, что практически в 97-98 случаях горячий туман вполне справляется с поставленными задачами. Холодный туман как более универсальное решение подходит для решения ликвидационных обработок. Здесь, на мой взгляд, выбор того или иного оборудования зависит от текущей ситуации на предприятии в плане наличия той или иной технологии. Предположим, если имеется оборудование горячего тумана, то ликвидационные обработки вполне можно им проводить. Ну и из опыта уже можно сказать, что наиболее востребованные модели на данном этапе из горячего и холодного тумана это такие генераторы компании ГЕБА, модели TF-160. Вот вы видите его на экране у себя на слайде. И генераторы холодного тумана моделей УНИПРО-40 и УНИПРО-40Т. Вот вижу уже вопросы относительно капельниц задают. Мы дойдем до этого момента, у меня будет в презентации, поэтому если у вас останутся вопросы еще после моего доклада, давайте это более детально обсудим. Прошу прощения. Итак, мы с вами прошли очень важный этап ликвидационных обработок и настало время непосредственно уже дезинфекции теплиц. Я, конечно же, здесь опускаю различные моменты, связанные с выгрузкой органической массы, какие-то ремонтные работы. Мы этого всего не касаемся, вы все это прекрасно знаете. Вот дезинфекцию теплиц, как основное мероприятие по защите, по подготовке теплицы к следующему обороту, я бы хотел более детально раскрыть, как раз в контексте ряда, возможно, для вас новых моментов. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это как раз очистка системы капельного полива. Второй момент, это непосредственно мойка теплиц. Это очень важный момент. Третий момент, который, наверное, для вас, для многих будет в новинку. Мы только недавно начали обращать на это внимание специалистов, потому что данный метод позволяет более адекватно взглянуть на проводимые специалистами мероприятия. И, собственно, четвертый момент, который затронем в общении, это непосредственно сама дезинфекция. Итак, перейдем с вами к первому пункту, это капельный полив. Вы все прекрасно понимаете, что в процессе выращивания продукции овощной очень много вторичных факторов, которые влияют на загрязнение системы капельного полива. Они все указаны у меня на слайде. Это и движение малой воды, и достаточно высокие температуры в тепличных блоках. Это и различные питательные растворы, которые добавляются через систему полива. И, собственно, достаточно долгий период эксплуатации без возможности очистить систему капельного полива. Все это создает предпосылки для образования так называемой биопленки, то есть смеси органических и неорганических загрязнений, плюс бактериальные загрязнения наслаиваются. Все это ухудшает работу системы капельного полива, контаминирует почву, растения, и отчасти приводит к дезактивации применяемых растворов. Соответственно, абсолютно четко стоит вопрос эффективной очистки системы капельного полива при смене оборотов, чтобы вновь новые растения, высаженные в теплице, получали только чистую воду и, соответственно, все необходимые питательные элементы в должных концентрациях, в должных расчетных величиях. Как это сделать? Ну, сейчас на рынке достаточно много решений. Наверное, самое популярное – это использование химического способа очистки с использованием моющих, дезинфицирующих средств, то есть закачивания в систему капельного полива неких препаратов, которые позволили бы все это очистить. Соответственно, для решения этого вопроса необходимо обратить внимание на ряд требований к препаратам, которые очень важны для конечного положительного результата. Во-первых, препараты, которые применяются для решения данного вопроса, должны обладать в первую очередь широким спектром подавления патогенов и условно-патогенных организмов. Это раз. За счет сложного состава биопленки необходимо, чтобы данные средства эффективно удаляли как органические, так и минеральные загрязнения. Это два. Препараты должны иметь высокую стабильность, то есть растворы с препаратами должны иметь высокую стабильность. Что это такое, расскажу чуть позже. Ну, естественно, все мы хотим сохранить нашу систему полива в неприкосновенности, поэтому используемые растворы должны быть безопасны, не нарушать ее конструктива, не разъедать ее и так далее, и так далее. Потому что ремонт, во-первых, это и трудоемко, и финансово, очень затратно. И на огромных площадях выполнить это довольно-таки сложно. Ну, и, собственно, наверное, один из таких пунктов, на которые стоит обратить внимание, это все-таки удобство формы применения. Закачать в систему капельного полива через медикатор, дозатор, должную концентрацию все-таки удобнее всего, когда используются жидкие формы препаратов. На рынке достаточно много продуктов, которые соответствуют всем этим требованиям. Все они в основном сводятся к следующему своему составу. Это перекись водорода и надуксусная кислота. Но хочу обратить ваше внимание, что лучшие продукты для решения данного вопроса содержат в своем составе еще некие стабилизаторы. Что это такое, для чего это нужно, как это помогает специалистам достичь лучших результатов. Дело в том, что данные стабилизаторы, они позволяют полностью заполнить систему капельного полива. И только после этого начинается активная фаза работы самой перекиси водорода и надуксусной кислоты. Если использовать продукты без стабилизаторов, то перекись водорода при первых контактах с загрязнениями в системе капельного полива будет сразу дезактивироваться, потому что огромное количество органики она будет на себя воспринимать. И дойдя до конца системы капельного полива, перекись водорода будет уже дезактивирована. Поэтому без стабилизаторов велика вероятность получить некачественную очистку системы капельного полива по всей длине. Стабилизаторы как раз позволяют решить этот вопрос полноценно по всему периметру, заполнив систему, оторвать все загрязнения от стенок труб капельного полива. Вот это вот можно отнести к категории высокой стабильности растворов. То есть раствор должен быть стабилен для того, чтобы полностью заполнить систему и только после этого начать работать. Это очень важный момент, поэтому обращайте внимание на такие вещи. Один из препаратов, который существует на рынке, и некоторые пользователи уже успели его опробовать в действии, оценить его эффективность, который как раз содержит в своем составе стабилизаторы, это препарат под названием МАГО-1000. Работает он в крайне низких концентрациях 1-2%, с экспозицией от 16 до 8 часов, в зависимости от применяемой концентрации. То есть если у предприятия есть возможность выдержать экспозицию 16 часов, то концентрацию раствора можно сократить до 1%. Помимо сокращения самого средства, это ведет к некой финансовой экономии, по сути количество используемого препарата уменьшается в 2 раза по сравнению с 2%. Но требуется в 2 раза больше времени, чтобы достичь того же эффекта. Обращу внимание, что данный препарат также имеет инструкцию по применению, заверенную профильным институтом. Вот такие моменты основные, которые хотелось бы отразить по очистке системы капельного полива. Следующий момент, это непосредственно мойка. Мы с вами очистили систему полива, добрались до конструктива. Что здесь, какие интересные моменты стоит взять на вооружение, какие есть технологии, как достичь лучших результатов на этом этапе. Мы с вами прекрасно понимаем, что в процессе выращивания огромное количество органики и других загрязнений оседают на конструктивах, на трубах подогрева и так далее. Все это необходимо удалить, дабы органика является почвой для развития различных патогенов. Необходимо выбить у них почву из-под ног. Ну и, соответственно, улучшить последующую работу дезинфектантов. Поскольку продезинфицировать грязь нельзя, мы с вами должны убрать максимум органического материала. Собственно, этап мойки на теплицах, это обязательный этап перед дезинфекцией. Дезинфекция без мойки, это по сути деньги на ветер. О чем здесь можно говорить в плане выбора препаратов? Здесь стоит обращать внимание на применение только профессиональных моющих средств. Различного рода фейрии и так далее, и так далее. Бытовые средства, на мой взгляд, не предназначены для решения таких профессиональных и сложных вопросов по причинам того, что тепличные загрязнения имеют свою специфику загрязнений. Это и органика, и минеральный налет, и другие-другие различные загрязнения. Стоит отдавать предпочтение препаратам с пенообразованием. Почему? Дело в том, что пена имеет ряд преимуществ по отношению к беспенным препаратам. Пена, во-первых, визуально хорошо видна. Тем самым специалисты могут контролировать те поверхности, которые они обработали, нанесли моющее средство. Это ведет к некой экономии препаратов, ускорению процесса мойки и визуализации процесса. То есть мы видим, где обработали, где нанесли, где помыли. Второй момент. Пена за счет линейного расширения способна проникать в труднодоступные места. Таким образом, нанеся препарат, моющий в виде пены, под одним углом, есть вероятность довольно-таки большая, что за счет расширения пены моющее средство проникнет в то место, куда оператор его не нанес. Тем самым улучшаются характеристики моющих процессов и, соответственно, качество самой мойки последующей. Поэтому стоит обращать внимание именно на пенные препараты. Еще один из моментов, на которые стоит обратить внимание, это экспозиция рабочих растворов. Дело в том, что теплицы современные, да и не современные, имеют достаточно большую площадь покрытия, будь то стекло, поликарбонат или пленка. И все эти площади необходимо запенить. Плюс еще крыша. Соответственно, очень часто встают вопросы наличия должного количества операторов для осуществления этого вопроса. И не всегда нанесение моющего средства с последующим смывом, экспозиция выдержки моющего средства, хватает этого времени, чтобы осуществить последующий смыв без присыхания моющего средства. Поэтому чем дольше у средства экспозиция перед смывом, тем лучше. Ну, соответственно, конечно же, безопасность для конструктива – это один из таких моментов, на которые отчасти можно обращать внимание, потому что никто не хочет попортить дорогостоящее оборудование. Ну, минимальные рабочие концентрации – это в большей степени относится к некой экономической составляющей. Конечно, все хотят сэкономить, сделать эту статью затрат как можно меньше. Что касается оборудования, то данные продукты, если мы говорим про пенные, ну, актуально применять через пеногенерирующее оборудование. Здесь могут быть использованы абсолютно любые решения, с которыми вы знакомы, которые есть на рынке, это и аппараты высокого давления, либо какие-то другие решения, вполне применяемые на комбинатах. То есть здесь выбор, собственно, за специалистами. На что стоит обратить внимание? Ну, здесь сложно дать какие-то рекомендации. Банальная возможность работы с пенными продуктами и высокая производительность, опять же, для того, чтобы сократить экспозицию, если все-таки нет возможности применять средства с длинным сроком экспозиции. Ну, и возможность нанесения на высокие потолки, там, 6-7 метров, тоже, чтобы было удобно операторам работать. Так, прошу прощения. Что касается продуктов. Здесь мы можем говорить, опять же, о ряде продуктов, которые есть на рынке. Вы можете использовать абсолютно удобный для вас, который соответствует всем тем требованиям, которые мы сейчас обсудили, которые, возможно, вы дополнительно предъявляете к этому продукту. Ну, хочу остановиться на одном из моющих средств, которые также сейчас очень хорошо себя показало и на этапе испытаний, и на этапе применения в тепличных комбинатах. Это моющее средство с деконтаминирующим и фунгицидным действием, как раз с пенообразованием. То есть работает в очень малых концентрациях, 2%, при расходе 200-250 мл на квадратный метр. Экспозиция до 30 минут, имеет все необходимые инструкции по применению. И благодаря своему интересному составу, который вы можете видеть на экране, отлично справляется с загрязнениями сложного состава, который присутствует на тепличных конструкциях, пленке и так далее. И за счет ингибиторов коррозии в составе также может использоваться на чувствительных поверхностях, не повреждая их. Компоненты полностью биоразлагаемые. И за счет своего интересного состава получается некий двойной эффект. И мойка, и дезинфекция. То есть в подтверждении... Мы сами были очень приятно удивлены, когда увидели, как работает препарат, проведя соответствующие исследования. И вот следующий слайд способен... Давайте посмотрим на него. Покажет вот в различных дозировках, как ведет себя данное моющее средство при работе с бактериями и грибами. Вот начиная с 2% концентрации, мы видим уже абсолютно практически полную дезинфекцию, отсутствие роста каких-либо инфекций при нанесении на пленку. В данном случае испытания проходили на пленке. Поэтому и в рекомендациях данный продукт от 2% работает вполне эффективно, позволяя не только осуществлять мойку конструктивов теплицы, но и отчасти дополнительно дезинфицировать эти поверхности. Следующий момент, который хотелось бы затронуть, это следующий этап. Мы с вами осуществили мойку, эффективно подготовили поверхности к последующей дезинфекции. Но как нам быть уверены в том, что мы сделали все правильно, и действия специалистов на предприятии выполнены по всем должным критериям, и никакого человеческого фактора не может вмешаться в последующие результаты. Вот тот момент, о котором я сейчас расскажу, это отчасти новинка для тепличных комбинатов, которые мы активно сейчас предлагаем для использования. Она имеет соответствующие преимущества для применения и позволяет достичь определенного мониторинга в режиме реального времени. Что из себя представляет эта технология? Технология представляет из себя АТФ-мониторинг для оценки качества проведенных моечных работ. Для осуществления этого процесса требуется прибор, который вы перед собой видите на экране. Называется он люминометр. В данном случае представлено английской компанией Hygiene. Называется модель System Sure Plus. Очень компактный прибор, который за считанные секунды позволяет оценить наличие на поверхностях, с которых берется смыв, молекул АТФ. АТФ – это универсальный энергоноситель, который есть во всех живых клетках, будь то органика, либо бактериальные клетки. Соответственно, данный прибор позволяет за 15 секунд, вот такая у него скорость работы, оценить остаточные загрязнения, будь то органические, будь то бактериальные, на поверхностях, с которых проводят смыв. Крайне понятные значения выдает прибор, называются они RLU. Это условные световые единицы, которые очень легко интерпретировать. Прибор не требует каких-либо дополнительных лабораторий, не знаю, средств измерения и так далее, и так далее. Достаточно иметь сам прибор, и тест называется ультраснап. Вы видите его рядом с прибором. Вот он, обведу его. И методика анализа, которая представлена чуть ниже. Берется смыв, надламливается клапан, выдавливается реагент и вставляется прибор. Через 15 секунд вы получаете некие числовые значения, по которым можно оценить качество проведенных моечных работ. Для тепличных комбинатов данная технология используется не только в теплицах, она используется и на пищевых производствах, и в медицине, но там более строгие числовые значения. Для тепличных комбинатов нами опытным путем было установлено, что для того, чтобы последующая дезинфекция прошла эффективно, достаточно, чтобы числовые значения со смываемых поверхностей были до 100 РЛУ. Соответственно, все, что вы получили на этом приборе до 100 единиц, можно смело относить к качественно проведенным моечным работам. Все, что свыше, желательно осуществить дополнительные процедуры по мойке, либо как-то взять на контроль эти поверхности. Покажу вам несколько примеров, как выглядит прибор в работе, какие значения можно получить в реальных условиях. Вот прибор слева вы видите практически 8500 РЛУ. Показал на смыве, не подскажу сейчас уже какой поверхности. Соответственно, вы можете прекрасно интерпретировать, что чем больше числовых значений, тем больше загрязнение находится на данной поверхности, с которой взяли смыв. И прибор, который показал 9 единиц, то есть эта поверхность абсолютно готова к последующей дезинфекции, то есть она чистая. Таким образом, специалисты на предприятии могут контролировать качество проводимых моечных мероприятий, оценивать эффективность моющих средств, применяемых, и выстраивать тем или иным способом программу гигиены, по сути, на всем тепличном комбинате. Прибор еще имеет огромное количество функций, о которых можно поговорить дополнительно. Если вас заинтересовала эта информация, пишите на почту. Мы с удовольствием предоставим гораздо больше информации, чем позволяет формат сегодняшнего нашего мероприятия. Двигаемся дальше. Итак, мы с вами оценили качество проведенных моечных работ, убедились, что все поверхности готовы к дальнейшей дезинфекции. И, собственно, мы приступаем к этой крайне важной процедуре, без которой просто не обойтись для завершения этапа подготовки к новому обороту. Будем рассматривать это на этапе химической дезинфекции. Сейчас на данном... В данный момент, наверное, это одна из самых популярных... Один из самых популярных способов дезинфекции, где применяются различные по своему составу дезинфектанты. Всех видите, всех прекрасно знаете на экране. Что можно сказать по данным препаратам? Так или иначе, они имеют место применяться на тех или иных комбинатах. Каждый специалист выбирает для себя по ряду причин интересный для него продукт. Но что хотелось бы сказать? Наверное, в большинстве случаев, в большем проценте, специалисты отдают предпочтение продуктам, которые относятся к двум группам. Это альдегиды и пероксиды. И именно в такой последовательности осуществляется дезинфекция теплиц. Именно двухстадийная. Двухстадийная дезинфекция дает, сами понимаете, лучшую защиту. И работают они, эти препараты из разных групп, немножко по-разному. Поэтому правильный подход именно по двухстадийной дезинфекции, он рекомендован многими специалистами. И находит все-таки, как уже сказал, наибольшее применение на тепличных комбинатах. Давайте немножко более подробно остановимся на этих моментах. И начнем мы с альдегидов. Что важно при выборе того или иного альдегид, содержащего продукта, препарата? Основная задача, почему отдается предпочтение именно альдегидам на данном этапе. Дело в том, что глютаровый альдегид, в частности, он очень хорошо работает по большому количеству остаточных загрязнений. Поэтому специалисты и отдают предпочтение именно глютаровому альдегиду на этапе дезинфекции теплиц, первому этапу. Продукты должны иметь, естественно, широкий спектр действия против патогенов. Пролонгированный эффект не возбраняется, потому что хотелось бы создать достаточно длительную защиту от возникновения последующих патогенов в теплицах. Ну, конечно же, биоразлагаемость, безопасность применения по отношению к конструктивным материалам – это само собой. Ну, и препараты с глютаровым альдегидом также могут применяться различными способами. Это и пена, и спрей, и разорь. Есть комбинаты, которые дают предпочтение различным технологиям, вплоть до добавления даже в дезинфекционные коврики. Ну, способ применения – пеноспрей, аэрозоль, проливка, как угодно. Один из продуктов, который хорошо себя зарекомендовал как раз для решения вопросов дезинфекции теплиц – это препарат «Магавирадекс». Работает он всеми известными способами, возможными способами, и те концентрации, которые вы видите на экране, 1% при соответствующем расходе на квадратный метр – это для влажного метода обработки, либо пены, либо спрей. И также данный препарат великолепно работает при аэрозольном способе дезинфекции в 15% концентрации при расходе 3-5 мл на кубометр обрабатываемого объема. Экспозиция при аэрозольном способе достаточно порядка 8-16 часов, более чем. Имеется соответствующая инструкция, опять же, по применению, где все эти моменты прописаны. И данный продукт интересен тем, что он имеет очень мощный состав, несколько часов, глютаровый альдегид и изопропанол. Общее количество действующего вещества более 60%. Это позволяет по отношению к другим продуктам снизить его дозировку, в частности, при применении аэрозольным методом. То есть как раз 15%, просто основные продукты с глютаровым альдегидом, другие, могут применяться в концентрациях 20-25 и выше. Здесь за счет мощного состава идет некое сокращение количества применяемого концентрации. Это концентрата. Это в должной мере эффективно влияет на экономическую составляющую подготовки теплиц. Опять же, проведенные исследования препарата, в частности, влажным, при обработке влажным методом, показали высокую эффективность в 1% концентрации. То есть это именно та дозировка, которую вы видели на предыдущем слайде. Посмотрите, исследования, проведенные специалистами, опять же, на пленке это было сделано. То есть Маговирадекс великолепно справляется в 1% концентрации. Если мы перенесемся теперь с вами к сравнению методов дезинфекции, два, наверное, основных, которые применяются на тепличных комбинатах, это влажная дезинфекция. Здесь мы можем говорить как про пену, так и про спрей. И аэрозольный способ. Данную картинку предоставляю вам для того, чтобы вы могли эффективно оценить, насколько аэрозоль будет предпочтительней и востребованней для решения дезинфицирующих вопросов. Поскольку создание более мелкой капли позволяет донести действующее вещество того или иного дезинфектанта, используемого на предприятии, во все труднодоступные места, микротрещины, стыки конструкций, которых в теплицах крайне много, куда нельзя добраться ни влажной обработкой, ни пеной, ничем другим. Поэтому аэрозоль заполнит все микротрещины очень эффективно и покроет все поверхности нужным количеством действующего вещества. Теперь давайте обратимся к вопросу, что же все-таки из аэрозоля выбрать для решения вопроса дезинфекции теплиц. Как вы, наверное, знаете, существует аэрозольное оборудование, так называемый горячий туман и холодный туман. Это такие обиходные названия, которые прижились, что называется, у специалистов. По сути, задача и того, и того оборудования – это преобразовать любой рабочий раствор, который будет залит в эти генераторы, в мелкодисперсную каплю. Но делают они это по-разному. Горячий туман делает это за счет разбивания потока рабочего раствора сгоревшими газами от обычного бензина. То есть есть некая камера, где происходит горение топлива, и на выходе из этой камеры подается рабочий раствор, который, собственно, разбивается до нужного спектра. Данные установки работают только от бензина, они не привязаны к электричеству. И, соответственно, за счет того, что идет процесс горения топлива, возникает специфика, некоторое их применение по отношению к препаратам, которые не позволяют нагревать действующее вещество свыше определенных температур за счет того, что они могут разложиться и дезактивироваться. Установки холодного тумана в основном это генераторы, которые работают от электричества. Есть модели 220 вольт, есть модели 380. В основном в теплицах используются промышленные генераторы, которые работают от 380 вольт, поскольку обрабатываемые объемы достаточно большие, гектары более, имеет немного на выходе другой спектр капель. Он больше, чем у горячего тумана, то есть капли крупнее. Но за счет того, что разбивание потока жидкости происходит потоком воздуха обычного, то могут в этих генераторах использоваться абсолютно любые препараты без возможности повреждения действующих веществ. То есть холодный туман отчасти более универсальный для возможности применения абсолютно любых препаратов. Вот глобально это самые основные различия между горячим и холодным туманом. Предпочтение какому туману, какому оборудованию отдать на данном этапе давайте рассмотрим дальше, посмотрев несколько слайдов. Обратимся с вами к теоретической модели плотности капель тумана. Буду немножко вам рисовать. Если мы с вами будем двигаться в направлении уменьшения размера капель, мы с вами можем заметить две физические величины, которые нас будут интересовать. Это чем меньше размер капли, тем большее количество времени может находиться капля в воздухе. И второй момент. тем большее количество капель можно получить из одного и того же объема рабочего раствора. Это влияет на два параметра. Первое. Это контактное действие действующего вещества в объеме. Соответственно, раз туман дольше держится, то и действующее вещество дольше контактирует с возможными патогенами, которые могут находиться, в частности, в воздушном бассейне тепличного блока. И, соответственно, второй момент. Это из одного и того же объема раствора, как я уже сказал, за счет генерирования большего количества капель можно обработать гораздо большую площадь поверхности. То есть нанести действующее вещество равномерно, как вы видели на картинке с лупой сравнения двух методов, обработать, покрыть большую площадь. Теперь, если мы еще раз вернемся к конструктиву теплиц, возможным стыкам, возможным сложным местам, где могут находиться различного рода патогены, мы совершенно четко с вами представляем картину, что нам интересно как можно меньшее по размеру капли для того, чтобы иметь высокую проникающую способность в различного рода микротрещины и стыки. Исходя из этого, мы совершенно четко на данном с вами этапе отдаем предпочтение горячему туману, поскольку горячий туман генерирует капли гораздо меньше, чем холодный туман. При выборе оборудования горячего тумана для решения вопросов дезинфекции обращайте, пожалуйста, внимание на, соответственно, размер капли, которые у вас генерирует установка, на сохранность действующего вещества, которое вы получаете на выходе. Это очень важный момент, о котором я скажу чуть позже на примере конкретной модели оборудования. Важна, конечно же, производительность той или иной установки, которая влияет на скорость обработки блока или нескольких блоков, вообще сколько по времени будет длиться аэрозольная обработка, дезинфекция теплиц. Это удобство работы в плане дальности распространения аэрозоля с одной точки. Достаточно ли будет установки, чтобы с одного места захватить от центральной дорожки всю теплицу, грубо говоря, чтобы ее не приходилось ставить на салазки и таскать из края в край. Удобство передвижения, легкость, сервис, потому что оборудование все-таки это есть некая техника, которая требует ухода, пригляда и периодического обслуживания. Поэтому возможность оперативно подготовить технику к обороту, это очень-очень важно. Одна из моделей, которая часто встречается на тепличных комбинатах, специалисты отчасти ее используют для решения вопросов как раз дезинфекции теплиц, период смены оборотов. Это модель фирмы ЕГЕБА ТФ-160HD. Данная установка по техническим характеристикам, вы видите, генерирует 90% капель менее 10 микрон. То есть с такими техническими характеристиками капля более 8 часов может находиться во взвешенном состоянии, если у нас теплица герметична. Если мы не открываем форточки, у нас нет притока воздуха, ну и соответственно оттока. Очень важный момент, на который не могу обратить внимание, поскольку это является одним из главных преимуществ генераторов ЕГЕБА, и в частности данной модели, это конструктивные особенности, которые позволяют сохранить действующее вещество на уровне более 99%. То есть специалисты, заправив в бак рабочего раствора тот или иной препарат, в данном случае дезинфектант, могут быть на 100% уверены, что на выходе они получат все то, что они заправили. Ничего не сгорит у них в потоке горячих газов. Достигается это конструктивными особенностями, сейчас покажу, а именно максимальным удалением точки подачи рабочего раствора от камеры сгорания. Камера сгорания находится примерно вот в этой области. Соответственно, чем больше вот это расстояние, тем меньшим температурным воздействием подвергается рабочий раствор. Это раз. И еще один немаловажный момент. Это расстояние от точки подачи... Прошу прощения, у меня мышка скачет. Это расстояние от точки подачи рабочего раствора до точки выхода на более охлажденный внешний воздух. Чем короче это расстояние, тем лучше, тем меньшее количество времени подвергается рабочий раствор в замкнутом пространстве воздействию более высоких температур. Вот благодаря вот таким вот конструктивным особенностям генераторы ЕБА позволяют в точке подачи раствора достичь температуры 40... Воздействия на рабочий раствор 45 градусов Цельсия. То есть при таком температурном режиме не разрушается действующее вещество препарата. Поэтому генераторы ЕБА в том числе применяются и для решения ликвидационных обработок без боязни разрушить действующее вещество инсектоакарицида либо фунгицида. Производительность данной установки 80 литров в час. Дальность распространения с точки стояния до 120 метров и генератор не работает от электричества, только от бензина. Почему, как бы обращая на это внимание, есть установки горячего тумана, которые требуют помимо обычного топлива еще и подключения к электричеству. На мой взгляд, это крайне неудобно и крайне небезопасно. Электричество с бензином, так скажем, две вещи не очень совместимы. Поэтому вот такой вот генератор имеет место быть. Больше информации, пожалуйста, на нашем сайте. Опять же ссылка на который будет в конце презентации. Двигаемся с вами дальше. Хочу вам показать, как это выглядит в реалиях, то есть на одном из тепличных комбинатах работа нескольких генераторов одновременная. Посмотрите, пожалуйста, ролик буквально на минуту. Прошу организаторов включить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Большое спасибо за видео. Я думаю, было наглядно, интересно, полезно. Кто не видел, как работают генераторы тумана. И продолжаем нашу тему презентации. Я вижу, много пишут вопросов. Вы позволите, я закончу презентацию и на все вопросы отвечу после. У нас для этого как раз регламентировано время. Не переживайте, ни один вопрос не останется без ответа. Итак, мы провели с вами аэрозольную дезинфекцию с помощью глютаро-альдегида и генератора горячего тумана. И переходим ко второй стадии дезинфекции. Это именно применение пероксид-содержащих дезинфектантов для подавления остаточной инфекции. То есть так называемая чистовая обработка, чистовая дезинфекция. Опять же, количество препаратов на рынке, которые соответствуют требованиям к этим дезинфектантам, достаточно широкое. Можете выбрать любой удобный для вас, привлекательный по ряду моментов. Конечно же, обратите внимание на спектр действия, чтобы применяемый вами дезинфектант уничтожал весь спектр патогенов. Имел достаточно длительную экспозицию рабочих растворов. Этот момент я отношу к тем нюансам, что для того, чтобы нанести пероксид-содержащие дезинфектанты в необходимой концентрации, нужно приготовить заранее рабочий раствор. Поскольку пероксиды достаточно нестабильны, то при длительной процедуре нанесения этих препаратов на поверхности, можно получить тот эффект, что рабочие растворы на конец момента обработки уже могут быть частично дезактивированы. То есть это некая стабильность рабочих растворов, то есть она влияет на экспозицию. Соответственно, состав отчасти препарата, который позволяет добиться длительной экспозиции, он очень важен. Удобство дозирования и экономическая привлекательность – это аспекты, которые могут иметь место быть при сравнении двух, трех или нескольких единиц препаратов. В плане технических характеристик, то есть когда вы отдаете предпочтение тому или иному продукту. Здесь способ применения данных продуктов – это любое оборудование для влажной дезинфекции, будь то импасы, опрыскиватели какие-либо. То есть любое оборудование, которое поможет нанести препараты в низких концентрациях на поверхности с большим количеством воды. То есть очень часто раньше задавали вопрос специалистам, можно ли пероксиды газировать. Газировать можно все, что угодно. Вопрос, целесообразно ли это. Дело в том, что данные продукты, которые содержат перекись водорода и надукусную кислоту, они работают по принципу обязательного наличия достаточного количества воды для того, чтобы эффективно продезинфицировать поверхности. И без достаточного количества воды продукт менее эффективен. Поэтому благодаря некоторым испытаниям, тестам, пробам и введению в эксплуатацию продуктов с подобными характеристиками было установлено, что для тепличных комбинатов пероксид содержащие продукты применяют, эффективно применять только через влажную дезинфекцию. Один из продуктов, который есть на рынке, расскажу про него в двух словах. Называется он Omnipodes с очень интересной ценовой политикой. Состав периксиодорода надукусная кислота, вспомогательные компоненты, работает в однопроцентной концентрации. При расходе 200-250 мл на квадратный метр, через 30 минут экспозиции уже по сути не требуют смывания, поскольку разлагается до безопасных составляющих углекислого газа и воды. То есть очень интересный продукт. Кто не попробовал, можете взять на оценку для как раз влажной дезинфекции пероксидами. Я думаю, уверен, вы останетесь довольными полученными результатами. Ну вот, по сути, закончили мы с вами с подготовкой теплицы к следующему обороту в плане ликвидационных мероприятий, в плане дезинфекционных мероприятий. Мы с вами хорошо помылись, посмотрели, что все сделали правильно. Провели дезинфекцию двухстадийную. И, по сути, дальше мы начинаем с вами основную деятельность, от которой, собственно, и зависит благосостояние предприятия. Это выращивание продукции для поставки на прилавки магазинов. Но в процессе этой деятельности всегда возникает ряд вопросов. В течение данного мероприятия много специалистов, экспертов будут рассказывать вам различные решения, как подойти к тому или иному вопросу с лучшей позицией, чтобы достичь лучших результатов. Я остановлюсь на этапе, еще одном из этапов, где может применяться аэрозольное оборудование, где достигаются хорошие результаты. Это химический способ защиты растений для, так скажем, уничтожения и профилактики вредителей болезней. Он, этот способ есть, хороший он, плохой, каждый решает для себя, но иногда только данный способ способен решить те вопросы, которые накопились на предприятии в течение определенного периода. Использовать этот способ или не использовать зависит от той ситуации, которая находится на предприятии. Необходимо, конечно же, взвесить ее, подойти должным образом к выбору продуктов, к выбору способа решения, применения этого продукта. Учесть действующее вещество, против кого мы боремся. Опять же, используется, если биометод, совместим ли данный продукт с биометодом химический. Насколько будет происходить влияние на продукцию, если, допустим, обработка необходима в период вегетации либо плодоношения. Какие были предыдущие обработки, осуществлены тоже химическими реактивами, препаратами, чтобы не вызвать вопросы резистентности у микроорганизмов либо вредителей. То есть вопросов на самом деле достаточно много. И способ решения, который я хочу вам рассказать, это химический способ защиты, который может применяться либо с помощью опрыскивания, либо с помощью холодного тумана. Но, конечно же, метод холодного тумана имеет в данном случае ряд преимуществ по отношению к опрыскиванию. Во-первых, это возможность обработки всей листовой массы и всего конструктива, и всего объема, где могут находиться какие-то патогены. За счет опрыскивания вы никогда не добьетесь попадания рабочего раствора 100% на все поверхности. Один из моментов этого использования, если используется биометод, было отмечено на ряде комбинатов, что метод холодного тумана имеет некую дружественную составляющую по отношению к энтомофагам по причине того, что банально за счет мягкого распространения аэрозоля не происходит сдувание либо нарушение физической целостности вот этих энтомофагов. То есть у них не ломаются ножки, крылья и так далее, и так далее. То есть метод, сам метод аэрозоль, он дружественен по отношению к энтомофагам. За счет ряда технологий, о которых расскажу на следующем слайде, есть возможность обойтись без непосредственного нанесения химических средств защиты непосредственно на листовую массу. То есть есть возможность обойти этот момент, избежать ожогов. Ну и сделать это с минимальными трудо- и временными затратами. Итак, метод холодного тумана. Хочу рассказать вам, и вот видите его у себя на слайде, это две модели генераторов холодного тумана и ГЕБА, которые довольно активно сейчас используются на комбинатах модель УНИПРО-40Т и УНИПРО-40. Отличаются они, идентичны абсолютно по техническим характеристикам, отличаются только возможностью модели 40Т телескопического подъема штанги на высоту примерно 4,5 метра. Таким образом, появляется возможность наносить аэрозоль поверх листовой массы, между крышей и, допустим, шторами затенения. Поскольку генераторы электрические работают без нагрева действующего вещества, абсолютно любые препараты можно применять. Спектр капель 20-40 микрон, вы видите, чуть крупнее, чем горячий туман. Данные модели позволяют использовать в качестве емкости рабочего раствора абсолютно любое технически пригодное устройство. обработка поверх растений мы уже, как бы, обговорили это. Производительность генератора достаточно серьезная. Порядка одного гектара в час установки справляются. С одной точки до 120 метров есть возможность распространить аэрозоль. Благодаря, как бы, вашим отзывам, отзывам специалистам, которые поработали с технологией холодного тумана и ГЕБА, было установлено, что данные установки великолепно работают с контактными препаратами. То есть результат гораздо более эффективный по отношению, чем с системными. То есть мы можем сейчас, благодаря, опять же, вашей обратной связи, четко говорить о том, что холодный туман идеален для решения вопросов обработок контактными препаратами для защиты растений, если в этом есть такая необходимость. Ну и, конечно же, очень часто обращают внимание специалисты на такой момент. Подскажите, пожалуйста, какими препаратами, в каких дозировках работать данным оборудованием. Могу сказать следующее, что сейчас мы имеем небольшую наработанную базу, которая каждый день фактически пополняется, благодаря, в том числе информации, поступающей от производителя из Германии. И данную таблицу дозировок мы можем по запросу специалистов напишите, пожалуйста, на почту. Мы вышли для ознакомления. Это открытая информация, какие препараты, в каких концентрациях, какие расходы. Вся информация будет доступна для вас по почте. Пожалуйста, мы это не скрываем. Всегда готовы идти на предоставление любой информации нашим уважаемым клиентам. Ну и, наверное, в завершение хочу показать еще вам небольшой видеоролик, как работает данная технология, чтобы было полноценное понимание. Субтитры сделал DimaTorzok на листьях еще может ничего не быть, потому что еще не отконсенсировался. А ты нигде на листьях его даже не увидишь? Нет, я не что... Ну, на этом у меня, наверное, все. Я очень благодарен всем слушателям, которые досидели, дослушали мою презентацию до конца, видел комментарии, что надо бы побыстрее. К сожалению, огромное количество информации или, к счастью даже, очень много информации накопилось за долгие-долгие годы работы в направлении защищенного грунта. Все не рассказать в масштабе одного часа, поэтому рады будем посетить, если у вас есть такой интерес каждого клиента лично, обсудить с ними те или иные вопросы, актуальные именно для вас, подобрать лучшее решение, благодаря которому вы достигнете еще больших результатов. На данном слайде мои контакты. Пишите, звоните, обращайтесь. Рад буду любым вопросом, комментарием, звонкам. Наш сайт FogInterClean. Там тоже достаточно много информации по продуктам. Очень надеюсь, что предоставленная вам информация была полезна, познавательна. Это только начало семинара. Дальше еще больше. Много информации от моих коллег-экспертов в других направлениях вопросов. Насколько я понимаю, у нас еще есть немножко времени, чтобы ответить. Андрей, да, да. Вы что-то прям уже со всеми прощаться. Еще рано. Вас никто еще не отпускал. Хорошо, хорошо. Вы только использовали свой первый час. Хорошо. Теперь вопросы давайте. Ну, давайте тогда я буду пробовать как бы их упорядочивать. Ну, давайте вначале там есть такая у нас иконка «Вопросы». Начнем тогда с них. Я их буду выводить на экран и сразу задавать. Не вредно находиться ли в зоне работающего генератора холодного тумана без СИЗ органов дыхания? Без средств индивидуальной защиты органов дыхания? Да, да, да. Вы знаете, любые обработки с аэрозолями, они подразумевают применение средств индивидуальной защиты. Дело в том, что применяемые препараты это не лечебные вещи, которые, так скажем, полезны для людей. Это в любом случае яды, попадание в организм которых, тем более через органы дыхания, в кровь, оно не недопустимо. Поэтому желательно обязательно одевать средства индивидуальной защиты. Это раз. Во-вторых, в зоне работающего генератора находиться нет необходимости вообще. Если у вас по техническим возможностям получается поставить и расположить генератор таким образом, что он с одной точки обработает всю теплицу, то достаточно заправить должное количество рабочего раствора, включить генератор и выйти из помещения. Если требуется переместить генератор на новое место, то, конечно же, при входе в помещение желательно одеть средства индивидуальной защиты. Берегите ваш персонал. Говорят, на первом видео вроде как без защиты были люди. Вы знаете, видео это в большей степени демонстрационные моменты, которые связаны с запуском, адаптацией оборудования при первых пусках. Поэтому в процессе работы очень часто используются продукты просто вода с глицерином, которые не несут, так скажем, вреда для организма. А вот когда непосредственно идут обработки уже с химикатами, конечно же, защита необходима. Так, хорошо. Дальше. Как рассчитывать количество рабочего раствора? Как рассчитывать количество рабочего раствора? Вот это очень важный момент. Я, наверное, уточню вопрос. Рабочего раствора для решения какого вопроса? Дезинфекции либо защиты растений? Андрей Гайдамак. Да, Гайдамак. Пожалуйста. Уточните, можете написать. Мы сейчас вас... Кто... Так, еще раз, кто хочет вопрос задать устно, сформулировать его, например, не хочет письменно, то давайте сообщайте. Мы сейчас вас подключим и все здесь в прямом эфире сберемся, чтобы не было... В любом случае, Сергей, позвольте, я даже, если, может быть, не напишут вопрос... Защита растений, вот, написал. Защита растений. Защита растений. Ну, давайте уж и про дезинфекцию тогда затрону. Вопрос расчета количества рабочего раствора это относится к компетенции препарата. Объясню. Как я сказал уже в течение презентации, генераторы тумана это устройства, которые преобразуют любой рабочий раствор, который вы в них зальете, заправите в мелкую дисперсию. Что залить и в каком количестве решают специалисты, обращая внимание на инструкции того или иного препарата. Выбрав препарат ООО, там, ромашка, вы смотрите инструкцию, где написано, что при решении вопросов дезинфекции либо защиты растений нужно применить этот препарат вот в такой вот концентрации и дозировке. То есть, обращать внимание нужно на инструкцию на препарат. Кое-что, как я уже сказал, у нас есть в плане наработанной базы, я с удовольствием готов поделиться расходами, расчетами относительно квадратуры, кубатуры площадей теплиц, но не в масштабе этой презентации, а по почте. Напишите, пожалуйста, мне запрос на почту, я отправлю вам эту таблицу, вы посмотрите. Возможно, вам достаточно будет предоставленной информации. Если нет, я на связи, готов буду дополнительно прокомментировать. Так, хорошо, спасибо большое. Значит, следующее у нас будет. Как влияет хлоросодержащие препараты на оборудование? Любые ли препараты совместимы с оборудованием? Хлоросодержащие имеется в виду, скорее всего, дезинфектанты, наверное. Скорее всего, но куда его больше? Вы знаете, честно вам скажу, хлоросодержащие препараты на моей практике для решения вопросов дезинфекции используют крайне редко. Был у меня один опыт в тепличном комбинате. Использовали генератор холодного тумана вот у НИПРО-40 хлоросодержащим продуктом. Получили не тот результат, который рассчитывали, и оборудование немножко подзагубили, что называется. И результата самого не получили по микробиологии. То есть хлоросодержащий, на мой взгляд, не находит большого применения. Есть достаточно продуктов, которыми можно эффективно заменить эти дезинфектанты, если мы говорим про вот именно дезинфекцию, а не промойку. Любые препараты совместимы с оборудованием? С оборудованием совместимы любые препараты, по сути, жидкие, кроме гранулированных. Нежелательно использовать гранулы и плохо растворимые препараты, поскольку в холодном тумане есть распылительные головы, которые сделаны из соответствующего пластика, они как абразивом будут, что называется, уничтожены. Поэтому здесь только жидкие формы. А само оборудование технически имеет возможность работать с любыми продуктами. Спасибо большое за вопрос. Поехали дальше. Какие оптимальные условия обработки генератором холодного тумана? Максимальная температура и влажность? Знаете, вот это очень объемный вопрос, точнее ответ на данный вопрос требует еще одной презентации в течение часа. Если коротко, то температуру и влажность при осуществлении обработок необходимо учитывать. И влажность должна быть не более 60-70%. Иначе пропадет эффект аэрозоля самого по себе, потому что при превышении влажности 100% весь ваш аэрозоль, который вы будете генерировать, выпадет в виде росы на лисях и различных других поверхностей. То есть влажность порядка 60-70% не более желательно. Температура она очень сильно коррелируется с влажностью. Соответственно, чем выше температура, тем большее количество влаги можно засунуть в объем воздушный бассейн. Чем ниже температура, тем меньше влаги. Соответственно, здесь температура и влажность нужно смотреть по таблице физического соотношения. По температуре желательно, если мы говорим про жаркие регионы, желательно проводить обработки в утреннее время, либо вечернее, когда температура воздуха в теплице как можно меньше, не более 28-26 градусов желательно. Если нет такой возможности, то желательно обработку проводить даже в ночное время, либо вообще перенести ее на более благоприятные погодные условия, что называется. Спасибо большое за вопрос, Евгений. Движемся потихонечку дальше. Следующий вопрос. Каким способом можно изменить размер капли на генераторе холодного тумана? Разные форсунки или изменение норм расхода рабочей жидкости в час? В генераторе холодного тумана нету дозирующих форсунок. У моделей Непро 40 и 40Т есть регулятор, который отвечает за расход раствора в единицу времени. По сути, только этим регулятором можно осуществлять, менять характеристики размера капли. Но компания-производитель говорит о следующем, что при оптимальный режим работы генератора, при котором достигается лучший размер капли в районе где-то 15-20 микрон, это дозировка порядка 42 литров в час. На максимальных режимах, которые составляют около 73 литров в час, капля будет иметь увеличенный размер, но она все равно будет находиться в диапазоне холодного тумана в районе 30-40 микрон. То есть, по сути, да, расходом раствора в единицу времени можно немного регулировать размер капли, но даже на самых высоких расходах оборудование полностью попадает в спектр холодного тумана. Спасибо большое за вопрос, Евгений. Значит, следующий у нас вопрос, как это мы ответили. Андрей, здравствуйте. Может, выходил или прослушал, но спрошу про соотношение в растворе альдегидного препарата и воды. Или можно чистым препаратом туманить? В свое время советую добавлять глицерин. И еще нет ли наработки по фунгицидным обработкам холодного тумана, в частности на мутинистую росу? Но весь вопрос видите на экране? Да, 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 вижу. По фунгицидным обработкам Николай Калинкин, да, автор вопроса есть. Напишите мне, пожалуйста, давайте я запишу сейчас вопрос. Я отправлю вам информацию по почте, как раз таблица. По мучнистой России у нас есть достаточно неплохие исследования, которые показывают эффективность холодного тумана для решения этого вопроса. и там даже есть ряд препаратов и концентрации дозировки, которыми мы проводили исследования. Поэтому с этой информацией я с удовольствием поделюсь. Что касается альдегид, альдегидного препарата и воды, обязательно, обязательно альдегид, содержащий препараты, нужно разбавлять водой. Нельзя работать чистым концентратом. Дело в том, что вода в рабочих растворах дезинфектантов выполняет роль носителя. С помощью воды препарат, действующее вещество доносится до всех поверхностей. Это раз. И второй момент. Вода выполняет роль кулера, то есть охладителя, когда используется генератор горячего тумана. То есть вода по сути берет на себя тепловой удар, а не действующее вещество дезинфектанта. Соотношение воды и концентрата зависит от применяемого препарата. Тот продукт, про который я рассказывал, Маговирадекс, там соотношение идет, ну, концентрация препарата 15%. Соответственно, одна часть препарата, остальные части воды. Это два. И можно ли чистым препаратом туманить? эффективность работы чистым препаратом и препаратом разведенным с водой будут разные. Как не парадоксально будет звучать, но качество дезинфекции будет выше, если глютаральдегидный препарат будет смешан с водой. Именно, опять же, за счет того, что будет большая площадь обработки и более эффективное распространение. И второй момент, это экономический аспект, ну, заливать концентрат непосредственно в генератор, это крайне дорого. И в этом нет никакой необходимости, потому что продукты в 15-20% достаточно эффективно работают, все подавляя. Насчет глицерина, так могу сказать, глицерин имеет место быть в качестве добавки к рабочему раствору, когда используется вода. То есть, можно делать рабочие растворы в следующем составе. Это препарат, вода и глицерин. Глицерина нужно максимум добавлять, это 10% от объема воды в растворе. Этого более чем достаточно, чтобы получить хороший визуальный эффект, то есть, увидеть, как туман от генератора горячего тумана распространяется по теплице. Немножко, так скажем, увеличить дальность проникновения, глицерин позволяет это сделать, и стабилизировать размер капли. То есть, глицерин несет здесь такую тройственную функцию, но основная функция это именно визуализация процесса. С глицерином качество обработки будет немного лучше, чем без глицерина. Но это не критично, потому что те дозировки современных дезинфектантов 15-20% их вполне достаточно, чтобы качественно провести обработку теплицы. Спасибо большое, Андрей, за ответ. А вам, Николай, спасибо за вопрос. Видите, какой развернутый ответ получился. Давайте попроще разбавим наши вопросы общим вопросом. Человек остался анонимным. В каких комбинатах защиты растений обеспечивается генераторами холодного тумана? Вот это очень-очень хороший вопрос. Прямо название хотят услышать? Ну, я думаю, скорее всего, какое-нибудь название, просто насколько это популярно, видимо. Ну, давайте сделаем наоборот. Вот я вижу, у нас 149 слушателей по нашему сегодняшнему мероприятию. Можно задать вопрос, наоборот, в аудиторию, попробуем, кто из присутствующих на вебинаре пользуется генераторами холодного тумана? подождите, я делаю таким образом. термина. Кто использует, вопрос будет такой, кто из из холодного тумана? Давай, теряем. Используем. Нет. Так, ну что, давайте зададим вопрос. Ну, каких? Просто дело в том, что своего рода вопрос немножко такой интимный. Не хочется... Ну, вот видите, как разделяется у нас потихонечку, 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 пополам, пополам делится. Видите все, у нас вопрос? Результаты голосования все видно? Андрей, вы видите, да? Да, 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 я вижу, вот 19 до 20 пользуются, 22 нет. Ровно пополам, в общем. Ну, приблизительно. То есть, это говорит о том, что технология, кто-то использует, кто-то нет, но технология имеет место быть, каждый находит в ней свои преимущества, вот кто-то даже ставит лайки, что очень нравится, только для дезинфекции пустых теплиц, вот ответили. спектр решаемых задач с помощью аэрозольного оборудования крайне широк. Назвать конкретные комбинаты, я думаю, что по этому вопросу можно пообщаться индивидуально, лично, посмотрев, так скажем, оценив, в связи с чем интересуется клиент. Возможно, ему просто нужны контакты комбината, которые находятся поблизости, чтобы узнать отзыв из первых рук. Это другой вопрос. Давайте попробуем таким образом. Напишите на почту, попробуем организовать вам более детальную информацию, обсудить, чем можно. Пишите обязательно все Андрею на почту или к нам, если вдруг Андрею почту не хотите записать. Так, хорошо. Значит, следующий вопрос. Включите меня или спросите сами, какие живые клетки обнаруживали внутри капельниц, чем не агностировали? Живые клетки внутри капельниц? Так, я понял. Владислав Владислав у нас Варченко, да. Не совсем мы проводили исследования в плане обнаружения живых клеток. и ничем по сути мы как бы их не диагностировали. Не совсем понятен вопрос, может быть что-то... Мы сейчас его попробуем найти среди простых очень много нас слушателей, пытаясь найти им его. Так, давайте пока следующий вопрос, а я тем не менее попробую включить его у нас потом в эфир. Значит, дальше. Возможно ли возможно ли химобработки против болезней и отвердителей с помощью горячего тумана? Да, возможно. Возможно. Как уже говорил, поскольку есть небольшое температурное воздействие порядка 45 градусов на действующее вещество, если препарат, который вы планируете к применению, допускает такое температурное воздействие доли секунды, это время длится доли секунды, то горячий туман вполне вам подойдет для решения вопросов борьбы с вредителями и болезней. Могу так сказать, что на моей практике мы очень эффективно боролись с белокрылкой на одном из тепличных комбинате на югах в городе Анапа. Такое частное хозяйство, очень показательное было, что называется, выступление. Огромное количество белокрылки использовали горячий туман, препарат сейчас не вспомню, к сожалению, рассчитали все по инструкции на препарат, все дозировки, исходя из площади комбината и так далее, и так далее. Получили просто шикарный эффект. По сравнению с опрыскиванием мы сделали обработку буквально за три часа не самым мощным генератором. Эффект на следующее утро генерального директора очень сильно удивил. поэтому такие процедуры по борьбе с болезнями, вредителями, горячим туманом существуют и применяются. Да, да, слушаю вас. Да, здравствуйте, меня подошли, спасибо, замечательная у вас презентация, хороший очень, специалист, видите, в Анапе белокрынку победили. Слушайте, вот там вначале вы про капельницы. Да, да, да. Их надо чистить там и все остальное. А смысл от чего? От минералки чистим? или какую-то живую там, живые какие-то организмы были, клетки там, от чего рекомендовали? Вы вначале часто употребляли. С чем вы рекомендуете это бороться? Очень плохо слышно, я не до конца расслышал вопрос, но глобально я понял. А вы меня слышно? Да, да, да. Смотрите, вот открыл слайд, вернусь к капельному поливу. Это вот как раз, может быть, пропустили, может быть, считаете, что это не важно. Ну, давайте еще раз обсудим. Вот все вот эти позиции, которые прописаны как факторы, влияющие на загрязнение, позволяют в системе капельного полива образовываться биопленки. Это некий конгломерат органических и неорганических минеральных загрязнений, бактериальных в том числе. Что мы высевали? Здесь, как вам сказать, лично мы ничего не высевали. Это можно проверить, отдав соответствующую воду в лабораторию, потому что мы как бы не занимаемся вопросами диагностики высевания каких-то микроорганизмов. Это немножко незадача нашей компании. Вот. Но подобного рода вещи, как биопленка в системе паения, животноводства, птицеводства, тепличных комбинатов, это вещь довольно-таки известная и активно обсуждаемая. Возможно, на вашем тепличном комбинате, на котором вы работаете, нету такой специфики, как биопленка. Значит, здесь можно порадоваться за вас, за хорошую подготовку воды, за соответствующие фильтра, за дезинфекцию воды в процессе роста растений. То есть, у вас созданы условия, которые не позволяют образовываться биопленки. В большинстве случаев у комбината сталкиваются с этими вопросами. Спасибо. Имеется в виду само слово биопленка, оно вводит в сторону от проблемы. Био – это значит опасности есть, пленка – это значит защищены. вот в вашем понимании биопленка – это наличие патогенов и проблем в будущем. Я думаю, это биопленка. Конечно, конечно. Биопленка имеется в виду это сложный состав загрязнений, которые находятся на внутренних поверхностях труб системы капельного полива, который представляет из себя, повторюсь, как минеральные загрязнения, так и органические, и плюс еще бактериальные. То есть там полный набор, который довольно-таки сложно удалить. И он накапливается в процессе эксплуатации этой системы благодаря определенным факторам. Его обязательно нужно удалять. Давайте Сергею Сергеевичу попросим вот такой еще опросник. Ну, кажется, сформулируйте, кто на предприятиях отрасли те самые капельницы тестировал, делали мазки или может быть вот таким аппаратом, которые там или еще что-нибудь. Хорошо, мы сейчас зададим этот вопрос. Проблемы надо заклинуть, потому что не знаешь, где опасность сидит, во всяких этих трещинах, метрохеллях. Я знаю, что многие проходят стороной, ну, капельница и капельница, что течет ватк. Вот вопрос подходящий как раз, давайте его тогда выведем, это как визуально определить наличие той самой биопленки? Спасибо, Владислав, сейчас вопрос мы проведем. Спасибо. К вам, Андрей, вопрос, как визуально определить наличие Визуально биопленка представляет из себя некий налет, это раз. Визуально определить его, это не совсем корректный подход к определению есть оно или нет. По-хорошему нужно делать смыв, исследование, определять, что конкретно, какие микроорганизмы находятся на поверхностях труб. Именно от наличия этих микроорганизмов, насколько они патогенные, можно сделать вывод о необходимости принимать дополнительные мероприятия по очистке системы, более внимательному отношению к нему в период смены оборотов. Кстати, вот прибор люминометр, с помощью которого можно поверхности определять, с помощью этого же прибора можно оценить и капельный полив. Тем же тестом ультраснаб, который вы видели, можно сделать, я ручкой покажу в камеру, можно сделать смыв с внутренней части трубы, если она достаточна по диаметру, и посмотреть через люминометр наличие органики либо бактериалки. То есть, я уверен, что показания будут у вас зашкаливать. Прибор выдает 4 девятки максимум, соответственно, очень близко к этому значению вы видите показания в конце, перед сменой оборота. И еще один из моментов, есть у прибора еще один тест, это Акваснап называется. Это прибор, который позволяет определить бактериальное и органическое загрязнение воды. То есть, когда осуществляется промывка системы капельного полива, можно вот эту остаточную воду слить в чистую емкость и с помощью теста Акваснап также препаратом люминометром замерить загрязнение. Если вы получите значение до 10 единиц, значит у вас система капельного полива чистая. Так, тут пишут, Александр Московкин пишет, что мы делали совместно с НИИС. То есть, видите, 6 человек пишут, что делали тестирование. Кто-то может поделиться результатом? Александр, хотели ли бы поделиться с нами результатами? Есть какие-то информации? Если делали результаты совместно с НИИВ, тогда, я думаю, проблем нет. Надо просто поднять эти данные по составу этой биопленки. Да, в частном порядке. Так что, а вот Константин Зеленин пишет, биопленка это отложение внутри системы водоподачи, там и минералка будет, и органика, и водоросли, бактерии, грибы, полный набор. Если не чистить систему водоподачи, то все это получат растения. Так, я думаю, мы достаточно проговорили про пленку, все понятно, что ее, видимо, все получали, надо обязательно чистить. Я думаю, такой, да, скорее всего, у нас вывод будет. Ну вот, ваш тест, Сергей, проводили ли исследования 7 до 28 нет? Вот кто да, это очень замечательно, то есть специалисты тщательно относятся ко всем критическим моментам, которые могут быть на предприятии. Кто ответил нет, здесь не совсем понятен. не проводили, потому что не читали нужными, не было возможности. Может быть, выбрасывают капельницы же? Ну, речь идет не только о самих капельницах, это о всей системе водоподготовки, о всей системе. Я думаю, скорее всего, может, по умолчанию обрабатывают. Обязательно обрабатывают, обязательно. И как бы не выясняют причины. Ну, теперь знают, что есть такой аспект, на который можно и нужно обратить внимание и знают, как это сделать. Я надеюсь, что это полезно. Вопросов очень много. Давайте так, продолжать тогда наше. Возможно ли дезобработки горячим туманом холодильных камер при диапазоне температур плюс 3, минус, а, плюс 3-10 градусов, да, наверное, плюс 3-10 градусов? Да, возможно. Да, возможно. Никаких критериев нету. Положительная температура более чем... Следующий вопрос от Евгения Мохова. Значит, возможно ли применение с помощью генератора холодного тумана удобрений, стимулятором и так далее? Вот так отвечу Евгению Мохову. Один из спектров применения генераторов холодного тумана это листовая подкормка. Это новое направление, которое мы только-только начинаем прорабатывать, дать сейчас конкретных рекомендаций к сожалению мы не можем, у нас все в процессе работы, исследования, испытаний, но если удобрение либо некий стимулятор, о котором говорит Евгений, подразумевает специфику работы таким образом, что он должен быть нанесен на листовую массу и впитаться через нее, то в принципе генератор холодного тумана именно с этой задачей справляется. Но нужно учесть следующее, что холодный туман будет распространять эти продукты по всему объему. И здесь важно не ошибиться с дозировкой и концентрацией в плане того, что часть продукта осядет на конструктивах и стеклах либо пленке. То есть будет ли достигнута на листовой массе требуемая концентрация и дозировка. Вот это вопрос, к сожалению, пока на который я не готов дать ответ в формате этого семинара. Здесь нужно пообщаться с Евгением возможно более предметно, детально. давайте я постараюсь как-то более-менее формулировать вопросы в одну тему. сейчас по этому смотрю, потому что много задают вопросов. Спасибо большое. Сейчас мы пытаемся где вопросик начали разобрать. Ладно, давайте по порядку. Вот это, по-моему, что-то нечто наподобие был у нас вопрос. Есть ли опыт работы с биопрепаратами? Как себя чувствуют бактерии, споры при таком давлении? А, нет, наоборот, от распыления, да? Подразумевается, с биопрепаратами именно. Вы знаете, опыт работы с биопрепаратами лично у нас... Ало, Лично у нас нету, но компания-производитель заявляет, что генераторы холодного тумана, они имеют дружественный формат к биометоду, в плане к биопрепаратам именно здесь, не к энтомофагам, а к биопрепаратам. Проверить это или опровергнуть я, к сожалению, сейчас не могу. Можно что здесь посоветовать? Попробовать поставить некий опыт, насколько он позволит ответить на этот вопрос? К сожалению, вот... Надо биозащиту, биозащиту надо подключить к этому. Да, да, наоблачной информации я сейчас не имею по этому вопросу. Владимир, если кто-то из компании биозащиты, если вы с нами, то, пожалуйста, отреагируйте потом на этот вопрос про распыление с помощью, холодного тумана речь идет же, да? Думаю, что да. Думаю, что да. Так, значит, дезинфекцию... Следующий вопрос. Дезинфекцию горячим туманом когда лучше проводить? В пустых теплицах, днем, в максимальную жару или в вечернее время? В вечернее время, когда температура падает и улучшаются естественные условия для образования аэрозоля. То есть, когда сама природа, так скажем, близка к этому процессу. Максимальную жару не нужно этого делать, лучше вечером. Либо рано утром. Спасибо, поехали дальше. Как вы определяли задание... А, это вопрос, наверное, тем, кто определял эти капельницы, проверял. Как вы определяли задание для лаборатории? Какие именно патогены нужно определить? Или к вам вопрос, наверное. Какие именно патогены нужно определить? Виды грибов, бактерий и тому подобное? Ну, это вопрос от того же анонимного абонента. Вот, вы знаете, сейчас не отвечу... Анонимных тут много, может быть. А, ну, хорошо. Вы знаете, сейчас не отвечу на этот вопрос. К сожалению, у меня нету перед глазами тех, кто обранили. Да, да, да. Понятно. Теперь начинаем сверху. Перешли к общему чату. Значит, Наталья Балашко прокомментировала, что обычно компании-производители указывают инструкции, как можно применять их препараты. Владимир Мошкин сказал, что биом Николай Семенович расскажет лучше. Возможно, возможно, каким препаратом, Камил спрашивает, каким препаратом рекомендуете прочищать систему полива от биопленки? Ну, информация перед вами препарат МАГО 1000. Ага, вот он, Константин Зеленин ответил. Это с вашей компанией, наверное, да, человек? Возможно. МАГО дает отличный результат в минимальных концентрациях написал. В общем, ответ такой, Камил МАГО 1000. Вот у вас он перед, перед, на экране. Так, значит, прошу прощения, значит, смотрим, значит, Липецкагра. Так, если есть какие-то вопросы, можете тоже, Андрей, помогать. Значит, после дезинфекции системы орошения куда или каким образом сливать дезинфектор, при этом не нарушая санитарные нормы? Так, еще раз, Сергей, вопрос. После дезинфекции системы орошения, но, видимо, промывки ее. Полива, да. Или каким образом сливать дезинфектор, не нарушая санитарные нормы? Вы знаете, смотрите, продукт для очистки систем капельного полива, как я говорил, который используется в основной своей массе, ну, допустим, МАГО 1000, у него состав перекись водорода и нук. То есть, это продукты, которые через 6, 8, 16 часов полностью, практически будут биоразлагаемы. То есть, вы не нанесете никакого ущерба системе канализации. А стабилизаторы так много знаков с клеца нет, что значит? Стабилизаторы это в составе имеется в виду. Понятно. Не вредно это для системы, для смысл природы? Нет, абсолютно. Нет, те комбинаты, кто использует, никаких сложностей с решением этого вопроса не испытывали. Так, хорошо. В каких, Камил спрашивает, в каких диапазонах должна поддерживаться температура в помещении теплицы после работы горячего тумана и после холодного тумана при проведении дезинфекции? Какие рекомендации на режимы тепличные? Смотрите, процедура дезинфекции, она подразумевает, как мы уже здесь говорили, отвечали на ряд вопросов, когда лучше, когда не стоит проводить обработки, она подразумевает либо раннее утро желательно, либо поздний вечер, когда температура непосредственно в теплице падает. Сама дезинфекция, предположим, гектарника будет длиться по времени, ну, наверное, в районе часа полутора, в зависимости от количества используемых единиц техники, в зависимости от мощности генераторов. Соответственно, за этот час происходит нагнетание аэрозоля. За час в вечернее время температура не поднимется выше того, что уже есть. Соответственно, оставляя на ночь данный аэрозоль, вы выдерживаете экспозицию и никаких не возникает рисков в плане повышения температуры. То есть температура будет такая же, как и в момент обработки, если мы говорим про вечерние часы. если мы говорим про утренние часы, тогда при активном солнце температура повысится в летнее время, в дневные часы. Повлиять на это каким образом можно? Включить систему кондиционирования, если она есть, но особых требований для поддержания той или иной температуры для аэрозоля в принципе на моей практике такого не встречалось. В этом нет явной необходимости. Спасибо большое за вопрос, Камил, спасибо, Андрей, за ответ подробный. Значит, переходим к следующему. На крайнем видео использование, было использование тумана при включенной досветке. Нет ли негативных последствий при контакте с лампами? Но я здесь со своей стороны, если за лампой говорить, то последствия безусловно будут, если на лампу налет, то есть при попадании вот этого тумана на лампу, он может образовать налет, то есть фракция сухая, которая есть, остаток, он по идее может на ней осесть в виде либо прозрачной пленки, либо непрозрачной пленки, которая при работе лампы будет создавать, соответственно, снижать световой поток эта лампа. Это с моей стороны. Если это вопрос, наверное, по влиянию как препарат будет работать, то это к вам, не будет ли аэрозоль генерируемой установкой нести какой-то вред самому светильнику. Вот у нас часто спрашивают, не повредит ли, не выведет ли из строя. То есть насчет изменения светового потока, конечно же, мы не делали таких исследований. Нет, просто это обычное дело, когда налет, то есть смотря какое, наверное, вещество используется, то есть образуется на горячую лампу, когда падает туман, он оседает в виде налета, прозрачно или непрозрачно. То есть если это непрозрачно... А здесь зависит отчасти от герметичности светильника. И вот на нашей практике, поскольку аэрозоли применяются не только в тепличных комбинатах, такие вопросы задают многие пищевики, где очень много открытых датчиков, проводов, электрических соединений, компьютеров стоит дорогостоящих. То есть никаких сложностей и каких-то критических ситуаций по выведению аэрозолями электрических составляющих не возникало. По сути, то, что происходит в плане холодного тумана, это искусственно повышается влажность до приемлемых параметров на небольшой промежуток времени. Вот, собственно, все. Но со своей стороны, я же говорю еще раз, что если на лампу горячую попадает, именно он находится в тумане, есть какой-то, ну, взвесь какая-то в этом же тумане, там, какое-то вещество, какой-то сухой остаток, то он может повлиять потом на саму лампу, то есть ее надо будет протирать потом сами лампы, потому что лампы-то они все равно на улице, ну, как бы, снаружи находится светильник. Светильнику не повредит, а при горячей лампе может, в принципе, вредить. Так, помимо глицерина, какой продукт можете посоветовать до лучшей вязкости? Вопрос тоже от Николая Серебихова. Лучшая вязкость, а для чего нужна лучшая вязкость, не совсем понятно. Вот глицерин, как я уже говорил, это продукт, дающий хороший визуальный эффект. Если у вас в этом есть необходимость, пожалуйста, используйте. Если цель стоит просто аналог глицерина, тогда любой продукт из этой же группы в плане длинномолекулярных спиртов, то есть вот в таком ключе. Так, потом были разговоры о том, что надо быстрее и не надо быстрее. Значит, Светлане все очень нравилось, поэтому надо было продолжать. А там Светлана спрашивает, сориентируйте по цене установок холодного тумана. Светлана, напишите, пожалуйста, на почту запрос, потому что модельный ряд большой. какая конкретно модель вам подойдет, разброс цен очень большой. Есть дистрибьюторы, которые готовы сделать для вас, для любого обратившегося клиента самое лучшее выгодное финансовое предложение. К сожалению, у меня нету сейчас прайса перед глазами, я вот в этом плане я дал маху небольшую, не подготовился, не думал, что будут финансовые вопросы на этом семинаре, поэтому не могу сейчас подсказать вам относительно стоимости. Так, каким средством лучше отмывать лотки на салатной линии проточная гидропоника? Это к вам был вопрос? Вы знаете, по этому вопросу могу дать ответ. У нас в компании имеется целый каталог по программе биобезопасности для тепличных комбинатов. Там вопросы отмывания лотков, капельниц, дезинфекции различных инструментария. Есть еще ряд препаратов, которые я не затрагивал в этой презентации. Мы этим каталогом можем поделиться, там вся информация достаточная для понимания решения вопросов существует. Напишите, пожалуйста, на почту, я с удовольствием вам отправлю эту информацию. Сейчас выведу почту, чтобы... Про МАГА-1000 идут обсуждения. Константина, по стоимости что выгоднее использовать? МАГА-1000 или обычная перекись и кислоту азотную или ортофосфорную? Гаджи Мурат спрашивает. там уже вроде по ходу движения ответили на этот вопрос. да, да. Константин Зеленин очень активно отвечает. Спасибо вам большое. Помогаете нам. У Константина большой опыт работы в этом направлении. Он тоже много чего может рассказать. Так, значит, Горюнова Ольга пишет, биопрепараты можно применять через генератор холодного тумана. вот она ответила. Ну вот да, есть реальный отзыв. Спасибо большое, Ольга, за ваш комментарий. Так, ну что, очень активно у нас было по вопросам. Спасибо большое, много вопросов задаете. Если есть дальнейшие вопросы, можем продолжить отвечать. В принципе, мы немножко вышли за лимит, но в нашем ситуации это скорее показатель положительный. Ну так что, вопросы еще будут? Ольга, а, Ольга просит подключить. Да, сейчас, секунду. Ольга, так, у меня будет пока я ищу Ольгу, я просьба, так, разрешаю впечатление. Ольга, да, пожалуйста. Значит, просьба будет, после закончания вебинара, посмотрите, пожалуйста, у вас высветится о том, что вебинар закончился, нажмите, пожалуйста, ОК, потому что наш генеральный партнер биозащита, она сделала, обновила сайт и очень хочет, чтобы вы его оценили. Поэтому после, как только у нас закончится все мероприятие, мы выключим трансляцию, нажмите, пожалуйста, ОК, перейдите на их сайт, посмотрите. Будет важен отзыв очень ваш новый. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Ольга. Очень много знакомых. Очень приятно встретиться в условиях пандемии с коллегами. Андрей, у меня к вам такой вопрос. Значит, мне хотелось бы сейчас говорить от имени всех агрономов, которые работают на тепличных комбинатах по системе ультраклима, а их уже в России построено уже больше 200 гектар. По крайней мере, все те, кого я знаю, используют генераторы горячего тумана. Но поверьте, ни у кого из нас нет инструкции, как правильно работать с генераторами тумана. Мы очень активно их используем для подготовки теплиц. Все наши тепличные комбинаты очень активно используют технологии интерплантинга. Вот в частности, сейчас у нас идет интерплантинг томата. У нас идет подготовка теплиц к посадке томата. И главный вопрос, который на сегодня интересен, как в условиях 40-градусной жары подготовить пустую теплицу к посадке томата. В частности, мы вчера вечером проводили обработку тумана. Значит, время было 9 часов вечера, теплица пустая. И для того, чтобы заполнить ее туманом, мы вынуждены были закрыть так называемые форточки, мы их называем клапанами. Соответственно, сразу температура выросла до 30 градусов. Это было 8 часов вечера. Влажность в теплице 72 процента. длина грядки 123 метра. Каким образом нам необходимо использовать генераторы холодного тумана? На видео, которое вы показали, были спущены рукава ультраклимы. У меня вопрос, а как люди планируют дезинфицировать эти рукава, если они их сдули? Надо ли их сдувать, надо ли их наоборот надувать и так далее? У нас нету никаких методических рекомендаций относительно использования этих генераторов в теплицах ультраклима. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. И да, действительно, про рукава сейчас нашел, помню, где-то задавали. Вячеслав тоже задавал вопрос, почему рукава спущены в ультраклиме. Ну, вы знаете, то видео, которое в презентации фигурировало, мне сложно дать комментарий, почему были спущены рукава, поскольку отчасти, повторюсь, видеоматериалы, представленные здесь сегодня и сейчас для вас, это некие демонстрационные обработки. Это не значит, что именно так все клиенты постоянно проводят обработки. Просто в тот момент, когда проводилась обработка, дезинфекция, защита растений, демонстрация генератора, так это можем назвать, была вот такая ситуация, ничего не стали менять. Соответственно, насчет рукавов, могу так сказать, желательно, конечно, тоже провести дезинфекцию. Я думаю, что это... Нежелательно, а это просто жизненно необходимо. Да, это раз. Насчет инструкций по горячему туману, Ольга, вы имеете... По холодному, прошу прощения, по холодному. То есть вы сначала по горячему сказали, по холодному. У нас генераторы, у нас три штуки генератора холодного тумана, в том числе вот самый последний современный. Да. По применению холодного тумана в ваших параметрах, это 8 часов вечера, 30 градусов жары, 72 процента влажности и 123 метра. Здесь нужно немножко посчитать некие физические величины. Вы мне позволите, я возьму небольшой тайм-аут, я не могу пока здесь и сейчас вам провести эти расчеты, мне нужен доступ в интернет, чтобы запастись небольшими цифрами. Вы можете мне каким-то образом передать свои контакты, я вам перезвоню и попробую дать ответ на ваш вопрос. Мы, может быть, найдем совместно лучшее решение. Андрей, можно вас просить сделать вот такой вот вебинар нас и вас? Для того, чтобы не отвлекать людей, которым неинтересна теплита ультраклима, поэтому я просто вас приглашаю на такую же встречу. А давайте мы его проведем совместно тоже, сделаем, не проблема, именно по данным вопросам соберемся. Всем интересно услышать, вот все пишут. Сергей, я согласна, это надо сделать завтра. Мы это можем сделать по идее завтра, завтра нет. Сегодня вечером можем сделать. Я согласна. Вообще, кстати, интересно было заключить комбинаты ультраклима, потому что у нас ведь уже много. Это у нас длинногрядки 123 метра, а есть два комбината, у которых длинногрядка 140 метров. Там еще больше проблем. Вопрос, зачем строить такие большие комбинаты, где много-много проблем? Нет, подождите, а у нас нет с этим проблем. У нас есть просто проблема, что мы не знаем, как правильно применить оборудование, которое вы... Первопроходцы. Согласен, есть много вопросов, которые требуют уточнения, оптимизации и выработки лучшего решения, и, к сожалению, здесь никакими моими рекомендациями, ни рекомендациями производителя не решить вопрос. Здесь нужно решать вопрос только совместно, благодаря вашему опыту, профессиональному видению практики, какой-никакой, вы уже достаточно долго эксплуатируете оборудование, уже отчасти понимаете его сильные стороны. И, так скажем, теория плюс практика должна дать в итоге должен результат. Поэтому, наверное, повторюсь, опять же, с теоретической точки зрения, мне нужна небольшая пауза, чтобы подготовиться к ответу на этот вопрос. это невозможно сделать. Тогда такое предложение, хватит ли вам времени, например, до четырех вечера, до четырех дня, точнее, сегодняшнего? Потому что мы можем теоретически сразу после выступления Натальи Блажков из Ницинновации, можем сразу перетечь в этот вопрос. Если еще нам поможет Ольга Анатольевна собрать там ультраклиму, если нужно каких-то еще специалистов, мы можем провести это как бы факультативное мероприятие. Сергей, я не против там сегодня в четыре, в три или в пять. Вопрос вот в чем. Чтобы подготовиться предметно к подобного рода семинару, где будут конкретные представители с очень четкими вопросами, нужно заранее знать эти вопросы, чтобы подготовить ответы. Я предлагаю такой формат. Не будет ли лучше, если специалисты пришлют свои вопросы, хотите через вас, как-то организованно, централизованно. Мы подготовим ответы на эти вопросы и обсудим их в формате какой-то конференции. Давайте. Потому что вот один вопрос Ольга задала, я сейчас буду к нему готовиться. Через четыре часа выступит другой специалист, он задаст второй вопрос, опять на который нужна будет подготовка, либо поиск материалов. Это будет затягивание времени, поговорим о пустоте. Хорошо. Сможем, как вы думаете, Ольга Анатольевна подготовиться? Мы не сможем, только у меня будет пожелание, чтобы формат этой конференции был несколько иной, допустим, в той же программе Zoom, когда можно подключаться всем желающим и чтобы была дискуссия. Хорошо. Без проблем, без проблем. Сергей, сможете организовать тогда? Ну, вопрос, да, вопрос только, нет, ну просто, если у вас уже, Ольга Анатольевна, есть какая-то площадка, где вы собираетесь, то проще вас туда тогда, Андрей, подключить и там уже все определить, что вас туда подключили. Я так понимаю, у них тоже централизованная компания FITO есть какая-то общая платформа, где общаются, поэтому проще туда вас будет делегировать. Ну, в общем, туда, наверное. Да, давайте это так сделаем, а потом мы выжим, вы выжим, может, нам расскажете, Ольга Анатольевна. В общем-то, Сергей, тогда я на сегодня больше вопросов не задаю, а мы в частном порядке договоримся, как нам организовать тогда вот эту нашу... А контакт, контакт Андрея вы записали у вас? Да, я записала, да. Отлично, отлично. Да, спасибо, всем здоровья и поменьше жары. Спасибо большое, что вы приедете. Спасибо, здоровья всем. Все, Сережа, отключи меня. Хорошо, сейчас отключу. Так. Вот такие вот вопросы у нас бывают. Ну что, еще будут вопросы у нас неожиданные. Значит, по поводу Денис пишет, значит, туман не долетает до камеры ультракрима при использовании У-40. Приходится двигать генератор ближе. Мне вот нравится ответ Владислава Захарченко. Перед вопросом Дениса. Она уже устаревшая, приходят более другие. Но смысл не меняется, все равно циркуляция воздуха, это все как бы, как это, первопроходцы, а дальше все меняется, все изменяется. Сергей, понятно, очень много факторов, которые так или иначе влияют на получение того или иного результата. Дело в том, что каждое предприятие по сути индивидуально, это как везде. И одни решения, которые хорошо и шикарно работают на предприятии А, могут с точностью да наоборот работать на предприятии Б. Прекрасно. Свой подход, своя настройка применения решений. Конечно. Поэтому здесь все надо смотреть индивидуально. Почему, как располагаются, есть ли вентиляторы, как форточки, как расположение относительно там розоветров и так далее, и так далее. Очень много нюансов. Так, ну что, Андрей, мы вас замучили уже. Вопросы, я так понимаю, пока что чуть-чуть подисчерпались. Пока исчерпались, надо, чтобы уже как-то время наше заканчивать. Вроде я все ничего не проб... Ага, нет, а куда девать жидкость, это мы ответили. Куда девать жидкость, куда девать жидкость. Это просто много раз повторялся вопрос. Вопросы есть у Владислава Захарченко. Владислав, вы готовы, я так понял, как обычно, его задать вслух. Мне сейчас вас, как обычно, надо будет найти. Так, давай, Андрей, про компанию-то вы что-нибудь хотите рассказать тоже? На минуту славы хоть какая-то. Про компанию? Коротко. Я думаю, что в презентации достаточно рассказала компания о возможных решениях, но глобально наша компания с 2006 года, вот уже появился Владислав, наверное, да? Можно, да? Да, конечно. Владислав, только, пожалуйста, мне это более кратко. Вот Андрей правильно почувствовал иронию в моем этом самом. Вот тот вопрос приглашали на закрытые, открытые семинары, встречи внутри этой ультраклимы, элитного сообщества. Слушайте, собственники ультраклимы потратили денег, пусть продолжают, пусть такие, как Андрей консультирует, такая консультация стоит очень дорого. Пусть консультируют, а сами делятся результатами. Это вопрос, Владислав? Да, Андрей, считаете ли вы, что такого рода работа должна оплачиваться собственниками предприятия, а не лежать в плоскости выведывания технологов, друг у друга спросить или еще что-то? Работа вы имеете ввиду предоставление информации о решениях, которые помогут достичь лучших результатов на том или ином предприятии, Владислав? Ну да, в том числе с дезинфекцией ультраклимы или как они там? Вы знаете, Владислав, это вопрос очень многосторонний, отвечу на него так. Дело в том, что специфика работы нашей компании, вот Сергей правильно начал, я вот не успел рассказать, с 2006 года мы занимаемся вопросами биобезопасности и у нас подход к клиенту такой, что мы стараемся стать с клиентами на длительную дорожку взаимодействия. Поймите нас правильно, отчасти мы, давайте говорить своими словами, мы являемся коммерсантами, мы вам что-то предлагаем, вы покупаете или не покупаете, дело ваше, считаете вы это нужными или не считаете, ищете лучших решений, это тоже решение за вами. Но техническое сопровождение, предоставление полного комплекса услуг и оказание максимальной поддержки клиента, это входит в компетенцию, ну в частности меня, моего отдела, моего подразделения, моих коллег. Наша компания работает таким образом, мы не берем за это с клиентов деньги, потому что не считаем нужно это делать. мы работаем на доверии, на полноценных взаимоотношениях, другие компании возможно работают по-другому, я не могу сказать за них. Кто-то считает нужным брать за консультации какую-то финансовую мзду, не знаю, как это. Здесь, Андрей, я соглашусь полностью, вообще, на мой взгляд, вот мы сейчас уже в тепличной отрасли дошло до такого уровня, что просто продажа оборудования сам по себе как железки, оно уже ничего не стоит, потому что железка могут делать и китайцы, и кто угодно, но именно ценность компании, каждая, вот которая мы в принципе и будет выступать и в принципе на рынке, которые еще являются лидерами, хоть в свете, хоть где, это именно в том, что они дают не просто железку, они именно дают сверх того, это именно знание. А знание, я считаю, вот почему вебинары все, я вообще очень довольна, что получилось возможность продвинуть все эти вещи как вебинар, что на самом деле это возможность как раз делиться знаниями, то есть компании, да, получают какую-то коммерческую выгоду от того, что они рекламируются в неком роде, но с другой стороны, главное, вы получаете при этом знание в обмен на это ваше, то есть время вы тратите не зря, а именно получаете тот выжимку из знаний, которые успевают вам передать компании. Это очень важно, я считаю, что сейчас как раз этим будущее будет, что передача знания, она должна все-таки топовыми компаниями делаться бесплатно, как таковыми. Если, естественно, идет комплект с продуктом, не просто то, что я, если возьму китайскую машину, что мне с ней делать? Нет, компания, конечно, зарабатывает на самой машине, а знания идут как бы как до веса. Вот тоже, я с Андреем согласен в данном случае. Да, отлично. Ну вот, собственно, ответ на вопрос. Сейчас Андрей будет 4 часа готовиться для специалистов ультраклима, расскажет, как с их рукавом, а ихний пластик там или свернется, или потускнеет, или вообще там искорежится. Это рекомендации же, он постарается дать их. Да, может лучше более профессионально сказать, здесь нужны более профессиональные исследования, в том числе и смежных. Вот, Сергей Сергеевич, у вас же лампочку тоже нельзя на нее просто взять, набрызгать каких-нибудь бактерий. Бактерии не съедят, но полсовым слоем сядут и будут там жить и все. Правильно? Спасибо, Владислав, в любом случае за русское мнение, вопрос. Давайте тогда вопросы у нас, я так понимаю, основные закончились, дальше у нас полемика уже будет долго. Спасибо, Владислав, большое. Значит, Андрей, вам спасибо большое, что высказались, поделились своими знаниями, о чем мы с вами говорили. Спасибо большое зрителям, которые с нами до сих пор задают вопросы. Спасибо большое. У нас это первое только выступление, мероприятие будет длиться четыре дня, по два выступления в день, в 10.30 и в 14.30. Так, горячие лампы отталкивают более холодный туман. Спасибо большое, Александр, за наблюдение. Можно мне тогда в завершении тоже пару слов. Я хочу поблагодарить всех слушателей, кто досидел, дослушал до конца, все-таки даже больше, чем полтора часа мы заняли время в формате мероприятия. Хочу пожелать крепкого здоровья в связи с последними ситуациями у нас в стране, в регионах, везде она разная, где-то улучшается, где-то еще не совсем. Будьте здоровы, производственных вам успехов и всего-всего самого наилучшего. Обращайтесь, чем можем, мы всегда готовы поделиться всеми возможными знаниями и технологиями для лучших результатов у вас на предприятиях. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Андрей. И еще раз просьба. Сейчас, когда закончится у нас трансляция, пожалуйста, нажмите в ОК и посмотрите на новый сайт биозащиты. Все-таки они тоже старались в организации этого мероприятия. Ответьте им взаимностью, посмотрите, оцените, выскажитесь потом в будущем на мероприятии. Спасибо большое. И увидимся с вами в 14.30 на следующем мероприятии. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.